построили дом в двенадцатом году вот и спустя год пока внутренней отделки не было я обнаружил микротрещины на фундаменте я начал наблюдать за ними и каждый год наблюдая я увидел что эти микротрещины они расширяются потихонечку фундамент у нас либо ростверк на своих либо его еще называют ленту на свои после какого-то времени я обнаружил что трещины растут и поставил маячки но так как маячки бумажные то есть они пока еще как бы стоят на месте но визуально видно что трещина как бы чуть расходится не сильно но это происходит я сделал потом дренаж вокруг дома но ничего не помогало вот вода все равно прибывала то есть дренаж пустой но внутри дренажа есть закладные сваи в которых вода все равно остается я думаю как бы что же за проблема первое образование трещина я обнаружил вот в этом месте здесь проходит продух который вентилируется фундамент снизу вот и вот в этом месте тоже проходит лента на пересечении перекресток вот этой стороны и вот этой ленты есть некое подозрение что мы не знаем какие там грунт и возможно там есть линзы которые как-то или блокируют воду или наоборот они водой напитываются это все ведет к пучине тости продолжая тему пучение где есть пучение там перемещение масс соответственно если эти массы давят на фундаментную ленту то происходит деформация вплоть до трещины которые мы наблюдаем начну самих трещины ради которых все собрать три из них перегородка под перегородками в ленте под перегородками одна из них в ленте внешней стены внешне который на внешнем фасаде трещины не сквозная я видно только снаружи остальные три сквозные толщина их примерно одинаковые здесь может быть там несколько вариантов например недостаточное пятно контакта да то есть свои насколько я понимаю в планировать 300 но по факту залили 200 только потому что ребят которые заливаю фундаментом был бур 200 да вот давай 200 ну давай пробурили 200 ну соответственно площадь опоры свои на грунт немножко разные это первая версия до что они просели потому что недостаточно пятно плюс грунт плюс та ситуация с водой которую означало татьяна я склоняюсь больше к версии что это и пучение и просадка вот у нас здесь есть закладные под трубы на уровне двух метров закладные под навес будущий здесь у нас проходит дренаж на глубине двух метров вот с этой стороны у нас тоже есть трубы закладные у них глубина тоже два метра мы сейчас посмотрим на каком уровне расположена вода какая картина здесь у нас вода на 50 сантиметрах от уровня грунта от поверхности там за дренажом то есть получается уже внутри кольца дренажа на метр шестьдесят получается что дренаж при этом у нас полностью сухой в дренаже вода вода на уровне двух метров получается что дренаж у нас однозначно работает но почему-то вот вот здесь внутри кольца дренажа здесь на 40 сантиметров воды выше по уровню надо сейчас посмотреть характер трещин то есть как и где они расположены да давайте зайдем в дом залезем попу интересно наблюдение но пока смотрели на географию трещин до понимаем что они в основном расположены не только в местах где продухи но и места где проем и вот арчный проем где мы сидим дальше дверной проем на дырный проем и под окном до окном и плюс еще тот дверный проем да и соответственно там та же ситуация там под на продухом тоже или нет там районе продукт должен продухом это же дверной проем и характер расположения трещин вот именно география получается вот география на самом деле по центральной линии но так как лента лопнула получается и как ну и вдоль дома и поперек то есть нельзя говорить что где-то с одной стороны была перегрузка то есть скорее всего это какие-то как минимум два угла дома тянуло и похоже что тянет все время и будет тянуть ну за счет рельефов за счет особенности рельеф за счет особенностей воды который течет здесь с гор нужно смотреть мне кажется сюда то есть лента целая лента в порядке есть такое чувство как будто просто пласт ползет и вот разрывает где-то но земляной ползет и утягивает чуть-чуть утягивает скорее всего те самые два угла которые выше все свои изображены да вот те самые закладные трубы в которых мы увидели воду вот она стоит да ну здесь она условно показана без масштаба конечно но тем не менее то есть мы не если речь шла только о пучении да и мы тут боролись с пучением грунтов то вероятнее всего мы увидели бы трещины и как бы по осям колонн это идет именно вот и на геологические массы от верхней пласты они просто чуть-чуть на там по сантиметру на сдвигается туда на враг сантиметр сдвижения для нас это очень критично я вижу пока сейчас такой рабочие рабочая версия это инъектирование то есть надо грунта именно грунта в районе колонн с тем что увеличить пятно опоры свай на грунт под наклоном к низу под наклоном к низу сваи как-то вот так борется вставляется труба на эту трубу собственно девается шланг по которому под давлением подается эта смесь которая заполняет все вокруг ну как и сцепляет грунт сам по себе в этом месте плюс он сцепляет как бы делает то самое утолщение свои внизу которые часть нижней части до который не даст двигаться ни вверх ни вниз сползание вот этих пласток мы на них никак повлиять не можем и мы можем только заставить наш дом тихонечко вместе с основным грунтом сползать это 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 микро это подвижки на миллиметры но с годами становится более-менее заметно невооруженным взглядом насколько я помню расценки такие то есть там где-то за метр но в разных организациях по-разному за метр вот этой инъекции по-моему от двух с половиной тысяч то есть сколько метров это нужно посчитать кубически за метр погоны погоны мне кажется надо просто пройти ну как минимум это угловые свои их нужно пройти и таким образом сцепить и возможно еще те которые соседние все таки я решил усилить свои с той стороны где я считаю более то есть тяжесть усилия на дом идет вот я наверное 0 и затрата только ваше время и но если массы земли который усилить своими сделать свои диаметром больше ну и площадка будет опоры свои больше вот с таким расчетом то есть по периметру где более нагрузка большая по этому периметру откопает на счет одну от мозг придется сломать вот откопать эти свои усилить их ну то есть залить бетоном все то есть этим попытаться спасти понравился ролик ставьте лайк подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать колокольчик чтобы быть в курсе всех новых видео на форум house и мы всегда рады вашим комментариям